Забота И нету других забот И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет Пускай нам с тобой обоим Беда грозит за бедою Но дружбу мою с тобою Одна только смерть возьмет И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет Пока я ходить умею Пока гидеть я умею Пока я дышать умею Я буду идти вперед И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет И так же, как в жизни каждый Любовь ты встретишь однажды С тобою, как ты отважна Сквозь бури она пройдет И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет Здравствуйте! Вы смотрите программу «Точка зрения» Для вас работы я, Саид Гафоров И сегодня, в самый длинный день в году Мы, конечно, будем говорить Про ту вещь, которая произошла 76 лет назад Про то, что многие вспоминают С Борью и Голичу А многие другие со злорадством И с рулюлюканьем Про начало Второй Великой Войны И в гостях у нас сегодня Очень интересный гость Арсен Мартиросян Военный историк Публицист, писатель Автор большого количества книг Очень интересных Я не то, что их внимательно прочитал Но все и видел Здравствуйте, Арсен Берникович Добрый вечер Арсен Берникович А скажите мне Вообще, история чему-то учит людей Есть какая-то польза Это изучение истории Да? Мир меняется Скажем, изучение военной истории Совершенно другое Да, сейчас есть атомные бомбы Есть средства их доставки Вот есть смысл нам учить Что происходило Историю, конечно, не Историю, конечно, обязательно учить И желательно извлекать из нее уроки Желательно Но, к сожалению, она мало Кого и чему-то учит К сожалению Первый Народный комиссар Иностранных дел Советской Республики Лев Троцкий Говорил про Своего предшественника На должности Руководителя Внешней политики Милюкова Что история Ничему не научает Своих профессоров Да, Милюков был Профессором истории Милюков искренне Не уверен Что Антанта Англия и Франция Дадут России Проливы Босфоры Дарданеллы Вы как-то это можете прокомментировать Научает своих профессоров История или нет? Я думаю, что в данном случае Лев Давидович Троцкий Был прав Действительно, ничему не научает Своих профессоров истории Не, ну уж вы определитесь Либо полезную Учитель историю Либо бестолку В любом случае Историю необходимо изучать Необходимо Каждому Пытаться извлечь из нее Уроки Но, увы Практически Абсолютно У всех Не получается А у президента? За редчайшим исключением А у президента Знает историю? Ну я надеюсь, что он знает А уроки он из нее извлекает? Это его внутреннее дело А те, кто вырабатывает Решение Не готовит Решения наши Межнеполитические Военно-политические Они знают историю? Они извлекают уроки? И нужно ли им извлекать уроки? Потому что ситуация Еще раз Сильно поменялась Что касается, например Господина Лаврова Министра иностранных дел Я убежден, что он Прекрасно знает историю Он блестящий знаток истории Насколько мне известно Вот А насколько извлекают Министр Шойгу Министр Шойгу Я думаю, что он Прежде всего Прекрасный Прагматик Прекрасный Прагматик Которому удается Очень многое И слава Богу Что у нас такой министр Интересно Он никогда Не Сожалел Что он некрасивые дома строит А Солдатик выгоняет Ну что ж Это Как вы думаете? Это очень даже А вы что выбрали? Строить красивые дома Или гонять солдатика? Я, например, в свое время выбрал Выйдя из КГБ Я выбрал Сельское хозяйство Потому что подлинная Госбезопасность Она на полях Хорошо Если мы говорим Про историю Про исторический Дискурс Про Либеральную часть Исторического дискурса Вот есть вещь, которую Я хоть убей Не могу понять Дело в том, что Наши историки Особенно либеральные Никому в голову не придет Обвинять Дело Дье или Рейнов В разгроме Французской армии В Арденах В этом колоссальном прорыве Кстати, ровно в эти дни же Это происходил Колоссальный прорыв И разгром Франции За две недели Вот как раз в эти дни 76 лет назад Никому в голову не приходит Упрекать Чемберлена Или Черчилля В позорной сдаче Сингапура Да, маршалом Парсифалем Никому не приходит Упрекать в том, что Ромель брал Табрук С войсками в 5 раз меньше Чем у немцев И гонял англичан по пустыне А Иосиф Сталина Все упрекают Вот где разница Да, вот где разница Между военным Руководством И политическим Да, есть термин Военно-политическое руководство Но все-таки Есть разные сферы Ответственности Кто-то отвечает за политику Кто-то войну Почему так? Почему? Я вопрос понял Значит, прежде всего Здесь не нужно ставить Разницу между Военным руководством Политическим руководством И вообще этот подход Не совсем будет верный Стоп, стоп, стоп Стоп, стоп Я не выучу Я не окончу Стоп, одну секундочку Здесь вопрос Совершенно в другом В принципиальном Отношении Западного Запада вообще К России Есть лучше тютчего Никто не сказал Давно на почве европейской Где ложь так пышно Разрослась Давно наукой фарисейской Двойная правда создалась Для них законы равноправия Для нас насилие И обман И закрепила стародавность Их как насилие славян Как наследие славян Тебе что дипломат был профессионально? Он одновременно и разведчик Прекрасный был И прекрасный пропагандист А в какой службе? В тварской разведке Царская дипломатистка А была у царя политическая разведка? Конечно Конечно дипломатистка Охранка была Военная Охранка была И дипломат Тогда одновременно То есть служба внешней разведки при царе? Конечно, конечно. Конечно, были предшественники. Раньше такого разделения дипломаты и разведка не было. Внешнеполитической разведки и дипломатия. Такого не было. А сейчас что? Послы были одновременно и резидентами. Так что, ничего удивительного. Так вот, для Запада Сталин чужой. Тем более, он для них виновник в том, что впервые сорвался их глобалистский заговор. Когда он начал строить социализм в одной единственной стране, отдельно взятой стране, это означало, что заговор финн-интерна провалился. Заговор на мировую революцию, в которой должны были спалить Россию. Почему в одной стране? У нас была от Китая... Стоп, стоп. Вы же говорите первую половину 20 века. Тогда еще до Китая было очень далеко. Китай только после Второй мировой войны появился, Красный Китай. А до этого в 1929 году уже, так сказать, Гитлера начали активно финансировать. А на самом деле решение о войне было принято в 1925 году, во время международного совещания в Лакарно. И когда были подписаны Лакарноские соглашения, предшественник, прототип, точнее, Мюнхенского соглашения 1938 года, Сталин открыто сказал, что это дух войны. Лакарно выпустил дух войны. Все. Они против нас пошли. Подождите. Маршал Фош в 1918 году, вернее, позднее, когда были подписаны. В 1929 году. Сказал, что это не мир, а это перемирие на 20 лет. Кстати говоря, угадал. Буквально на два месяца. В общем, очень много людей на Западе говорят, что не было двух мировых войн, а была одна единая война с перерывом в серединке. Это как? Это правильно? Это градация западная. Наша градация Первая мировая война, Вторая мировая война. Или, как говорили до 1941 года, и в 1941 году тоже. Первая германская, вторая германская. Это разница, так сказать, просто в формулировках западных и эротических историков. Хорошо. Но вот смотрите, вот кто все-таки в 1900 лет, вот годовщину отмечаем тяжелый день, самый длинный день в году, а я вот всегда, ну, я очень живу длинные дни, но расстраиваюсь до 2 июня, потому что вспоминаю, тип поражения. Да, рабоче-крестьянская Красная Армия разгромлена. Да, гитлеровским маршалам удается то, что не удалось в 1812 году Наполеону, или там в 1915 в Фолькингайну, да, ему удается разгромить рабу РКК в приграничных сражениях. Кто все-таки виноват? Можно, или, скажем, ну, понимаете, есть еще такая позиция, что гитлер, который там французел, делал все, что хотел, там, по пустыне англичан гонял как хотел, вообще его как бы не победил, и только экономически его можно было задушить. И вот была возможность избежать этого страшного разгрома в приграничных сражениях? Прежде всего, я должен подчеркнуть одно обстоятельство. Формулировка РКК была разгромлена в приграничных сражениях неверна. Была в дребезге разгромлена только часть приграничной группировки РКК. Часть. Даже не вся приграничная группировка. Если бы Наполеон победил отдельности Багратиона и Барклая, а тормоз обостался, можно было точно так же говорить. Во времена 1812 года существовал совершенно однозначный план втягивания их внутрь России. Внутрь России. Потому что по-другому с армией Наполеона невозможно было справиться. Этот план был разработан Михаил Богдановичем Барклай-де-Толли, потом Кутузов притворял то же самое. Там официальный был покоп. А можно было с Гитлером справиться? Здесь другая была, совершенно другая ситуация. Она осложнялась тем, что вновь приобретенные территории мы не могли просто так уступить. И Гитлер это прекрасно понимал, что мы из Прибалтики, из Западной Украины, из Западной Беларуси просто так не уйдем. И не будем их тягать. Они, кстати говоря, долго проверяли, насколько это реально. Убедились, что мы не сможем это сделать. Потому что чисто стратегически, геополитически это было бы неверно. Было бы, так сказать, проявлением крайней слабости со стороны Сталина. И вообще со стороны Советского Союза. Другое дело, что перед началом войны со стороны высшего политического руководства было сделано все для того, чтобы обеспечить правильную стратегию вхождения в войну. А вот военное руководство избрало, к сожалению, очень неверную стратегию введения своих войск непосредственно в войну. Вот тут колоссальная торжесть. То есть вы подчеркиваете как раз то, про что вы начали говорить, но вы меня не согласились со мной, что есть разница между политическим руководством, есть разница между военным руководством. И термин военно-политическое руководство он слишком абстрактный. Нет, он не абстрактный, он не абстрактный, потому что во время войны политическое руководство концентрирует и военные функции. Это нормальная практика. ГКО был создан через месяц после начала войны, нет? Почему? Какой через месяц? Буквально через 8 дней, 30 июня уже была опубликована в газете правильная жизнь. принимает военное руководство через неделю после начала войны. потому что он убедился в том, что генералы проморгали и, если не сказать покрепче слово произнести, они, мягко выражаясь, не справились с задачкой. Нет, но каждый меняет стратегиям, видя бой со стороны. Значит, тут дело не в стратегиях и, так сказать, в бое со стороны, а, значит, вопрос вот в чем. Войска получили приказ о приведении в боевую готовность 18 июня. Никто, практически никто не поднял, извините, пятую точку и не вывел войска, как положено, на передовые позиции. Единственные войска, которые были приведены в полную боевую готовность, это пограничные войска и внутренние войска НКВД. Все они подчинялись Лаврентию Павловичу Берри. 21-30, 21 июня они были приведены в полную боевую готовность, сидели в окопах. И вот эти люди сдержали первый натиск. Как же сдержали? Именно они сдержали первый натиск, потому что при первых же шагах по советской территории фашисты захлебнулись такой кровью, такой кровью, что они в ужасе были, потому что пограничники никогда не уступают. Российские пограничники, советские пограничники, вновь российские, они никогда не уступят просто так. Они уступают только тогда, когда их убивают. В большой войне, в глобальной мировой войне пограничники не должны боевать. — Правильно, правильно, правильно. Ну, если генералы, армейские генералы, извините, нихрена не сделали, что остается пограничникам? Вот они держали оборону до тех пор, пока генералы немножко приподняли свои зады, подняли войска и привели их туда, куда положено. — То есть вы абсолютно убеждены, да? То есть вы, ну, вы меня извините, да, в 2015 году, вот вы сейчас сидите со мной в хорошей студии, коньяционер работает, на улице тепло, а маршал Тимошенко, он же был в другой ситуации. И вот у него жуткая ответственность, против него действительно лучшая армия мира. И вот вы абсолютно убеждены, что вы справились лучше, чем маршал Тимошенко, лучше, чем маршал Жуков? — Он тогда, во-первых, маршалом не был Жуков, он был всего лишь генералом армии. — Хорошо. — Это раз. Во-вторых, человек, который страдает органической ненавистью к штабной работе, не должен был быть допущен к начальствующему кресту. — То есть это вот Сталин, который его... — Да, я не понимаю, почему он это сделал. До сих пор понять не могу. Единственное, что я могу предположить, это то, что он хотел использовать его жесткий характер для выполнения тех решений, которые были приняты до назначения Жукова на этот пост. Только вот зачем надо было такого? Ну, человек абсолютно ненавидел. Вот еще Рокоссовский в 30-м году в аттестации на Жукова написал. Органически ненавидит штабную работу. Но если командир высшего звена органически ненавидит штабную работу, это, извините, уже не командир. — Почему? Его можно научить. — Здрасте. Когда он генерал армии, вы знаете, что за всю историю советских вооруженных сил только один человек в 50 лет окончил Академию Генерального штаба. Маршал Буденный, Семен Михайлович. Слушайте, а его же очень несправедливо. Есть два человека, которые мне всегда кажется, что их несправедливо оболгали. Это Маршал Буденный и Маршал Ворошилов. Потому что, когда читаешь немецкие источники, их очень высоко оценивают, как стратегов. Там, скажем, я читал биографии, американцы издали биографии немецких маршалов. Они пишут, что блестящая операция Ворошилова под Старой Руссией не удалась в 41-м году. Ну, чудо спасло немцев. Нам же вообще это очень сильно не везло в 41-м году. Ну, вопрос везения-невезения, он упирается, так сказать, в непосредственное начало войны. Это отдельный вопрос. Что касается этих двух маршалов, то, во-первых, конечно же, война, Вторая мировая война, и тем более Великая Отечественная война, это совершенно другой калинкор, как принято говорить. Совершенно другие условия. Но даже в этих новейших условиях, с которыми им, конечно, сложно было справиться, они на первом этапе показали прекрасные результаты. Прекрасные. Оба они смогли сдержать и резко понизить темп наступления. Резко, подчеркиваю, в несколько раз понизить темп наступления, значит, и на юго-западном направлении, там Будённый командовал, и на северо-западном, там Ворошилов командовал. Так вот, он, например, того же самого Холенова Манштейна умудрился взять в кольцо 56-й танковый корпус. Взял в кольцо. Ворошилов? Да. Барсаро-Русский, да? Взял в кольцо. И немцы смогли отбиться только после 17-й попытки. 17-й! Причем драпали с такой же скоростью обратно на запад. С какой скоростью он пролетел туда. То есть, Будённый и Ворошилов были не хуже, чем Яхтир Илбаревич? Я думаю, что они были лучше, потому что, во всяком случае, у них был патриотический стержень. У тех не было. Для них было наплевать. Они изменили одной присяге, потом пришли к другой присяге. Давайте поговорим немножко. Очень часто сейчас, когда говорим про трагедию 41-го года, вспоминается заговор генералов. Он был? Был. Был. Хотели, так сказать, на фоне военного поражения устроить государственный переворот. Это вообще нормальная, в кавычках, схема для заговорщиков. В условиях войны устроить поражение, на фоне поражения уже устроить государственный переворот. Нет, на самом деле, для меня-то, вот, как-то, если вспоминать, что это 37-й год, да, вот сидит маршал Тухачевский, которому по должности положено изучать, что происходит в мире. И он видит, что в Испании генерал Франко произвел путь, который начался неудачно, но в результате он почти гарантированно выигрывает войну в 37-м году, было понятно. Да, маршал Тухачевский обязан по должности начальника генерального штаба это изучать. Он тогда не был начальником генерального штаба, он был всего лишь зам наркома по вооружению. Зам наркомы, ну, все равно, вот, они сидят и между собой, и, там, не знаю, несколько маршалов, там, Егоров, неважно, Егоров по-дельному делал, что он, там, Убаревич, Корка, и говорит, слушай, говорит, а вот, да, вот, мы изучали доклад, что вот в Сифилии, там, например, у Франко не получилось, потом получилось, изучали. Это уже заговор или нет? Если они говорят, ну, это, как бы, если бы, Балашиху. Заговор начал складываться с середины 20-х годов, а если поточнее, так еще... Подождите, давайте определимся, что такое заговор? Значит, я думаю, что современные люди прекрасно знают, что такое заговор. Если уж поточнее, то по-настоящему заговор начал складываться еще в конце первой половины 20-х годов. А в середине 20-х годов уже службы безопасности Советского Союза четко получали информацию о том, что формируется военная фракция, готовая на государственный переворот. То есть, ГПУ и НКВД до 37-го года даром ели свой хлеб. Почему? Ну, потому что они же не арестовали, если идет заговор. У вас слишком какое-то странное впечатление об органах госбезопасности. Вы что думаете, если получили какой-то сигнал, то немедленно надо хватать и в кутузку? Ну, иначе можно... Извините, тогда тоже законы существовали. Может быть, они кому-то и не нравятся, но действовали люди в соответствии с законом. Конкретно. Есть доказательства вины? Да. Тогда сядешь. Нет доказательства вины? Не сядешь. Вот и все. Кстати говоря, в 30-м году на того же самого Тухачевского достаточно сильно наклепали. В кавычках. На самом деле, действительную правду сказали. Тогда просто не удалось доказать ее. И что? Его отпустили, и Сталин даже радовался, что он оказался якобы чист. Мне сдается, что хитрый грузин специально его отпустил, чтобы потом посмотреть, что там будет дальше. Он потом и убедился. То есть, вы думаете, что у них не было шансов в 37-м году? У них не было никаких шансов. Сталин прекрасно знал о том, что они делают. С 35-го года уже располагали точно... Подождите, Хрущеву удается свалить маршала Берию. И удается свалить его войска. А почему это не удалось бы военному руководству в 37-м? Ему, Хрущеву, не удалось. Вы зря так говорите. Ну что, маршал Берия расстрелян? Маршал Берия был застрелен в своем доме во время обеда. Вот на что способна вот эта проклятая портократия? Вот на какую-нибудь подлость. На большее они не способны. А что начало Генерального секретаря застрелить во время обеда военным? Ну, прийти с рапорта. Здрасте. Ну, то же самое. А как они придут? Вот к нему просто так не придешь. А здесь устроили очень простую вещь. К вам курьер с секретными пакетами. Подъехала машина, а за ней приехал бронетранспордер с крупнокалиберного пулемета. Дали очередь. Разнесли в дребезги верхний этаж на Малой Никитской. А потом зашли еще, добили контрольный выстрел. И все. Кто? Ну, кто? Военные? Да. Нет, не военные. Там спецгруппа была. А к кому ведут? Круглова. Министр внутренних дел. Круглов переметнулся. Жуков и прочие. Это никакого отношения нет. А тогда МКВД и КГБ... МКВД не было. Было... МГБ и МКВД... Была МВД. Объединенная организация. МГБ и МВД объединили с 5 марта и было МВД общая. И министр арестовывал Берию. Ну, убивал. Замминистра тогда он точнее был. Но и Берия не был министром. Берия был... Он был вице-премьером первым. То, что сделали тогда, это вообще, так сказать, извините за не совсем литературные слова. Это такое подлое паскутство, что единственного из всего-то двух, одного из двух почетных граждан Советского Союза, депутата Верховного Совета, первого вице-премьера, говоря по нынешнему, создателя ракетно-ядерного счета СССР. И вообще, так сказать, человека, который и герой социалистического труда, и, так сказать, столько внес в такой вклад в победу. Если бы не он, Кавказ вообще бы потеряли, к чертовой матери, во время войны. И этого человека застрелили как какого-то дворового пса. Ну, как дворового пса из крупнокалиберных пулеметов? Ну, так это только... На этом способны только подлецы из портократии. Вот они это и сделали. Ну, ладно, мы немножко отвлеклись от 22 июня. Ну, так хорошо. И в 1937 году? В 1937 году они не могли. У Сталина совершенно другая охрана была. Я просто так, к нему курьеры не могли зайти. Это другой вопрос. То есть, путь был невозможен и можно было не расстрелить? Путь был бы возможен, если бы они, так сказать, что-то из себя серьезное представляли и могли бы опираться на какие-то серьезные массы в войсках. Потому что, когда... Сами генералы ведь ни черта не умеют делать. Они могут только приказывать. А для того, чтобы путь произвести, нужно войска провести в действие. А многие командиры и не хотели. Потом уже это во время следствия выяснилось. Это раз. Во-вторых, Сталин ждал до того момента, пока не получил неопровержимые документальные доказательства, что действительно заговоры есть, что они связаны с немцами. Эти доказательства были получены с помощью Чехословацкой военной разведки, их самого ценного агента в Абвере, агент номер А-54, тогда майор, впоследствии полковник Абвера, Пауль Тюмель. Вот он передал данные о заговоре, о связях наших генералов с германскими генералами, которые, так сказать, со времен Веймерской республики шли, со времен, так сказать, военно-технического сотрудничества РКК и Рексвера. Он передал эти данные, четко показал, что к чему. Тогда уже было принято решение об аресте в Верху. Хорошо, подождите, вы меня лукавите, если что-то обижаетесь. Я вам сейчас объясню, потому что был не один процесс. Да, потому что по одному процессу шли Тухачевский, Якир, и Убаревич, там, и Гамарник. Ну, Гамарник застрелился, остальное. Но Егорова же по совершенно другому делал. Блюхера по совершенно третьему делал. Это уже другая часть, это другая. А почему? Расстреливали-то все? Стоп. Во-первых, Блюхера никто не расстреливал. Он просто, так сказать, помер от своего, так сказать, запоя в очередного. Он очень плохо себя почувствовал в тюрьме. Ему стало плохо, потому что он привык каждый день по литру коньяка жрать. А в тюрьме не давали. Вот и пардон загнулся. Зверство старинского режима. Зверство, да. Зверство, да. Хорошо, а Егоров? Егорова взяли на том, что он, так сказать, очень неправильно планировал. И он действительно спланировал такую оборону. А он кто был подобен? Он был как раз, во-первых, маршалом, во-вторых, начальником генерального штаба. Здорово. Вот как это арестовывать, начальника генерального штаба? А очень просто. Но если все документы показывают на него, что остается сделать? Давайте проясним эту ситуацию, разницу между двумя заговорами. Заговор Тукачевского и Егорова. Ну, во-первых, не было двух заговоров. Если вы хотите о двух говорить заговорах, то, во-первых, не о заговорах двух надо говорить, а о двух эшелонах одного и того же заговора. То есть Егорова? Первый эшелон – это Тухачевские компании. Второй эшелон – это то, что в 1941 году. А то, что Егорова и Блюхера потом взяли, это совершенно другое, но это является ответвлением от первого заговора, от основного эшелона заговора Тухачевского. Знаете, честно, я никогда не был на больших должностях у государственной власти, но на средних был. Мне трудно представить себе, что маршалы на высочайших должностях могут между собой сидеть и правильно говорить, слушай, давай устроим путь, давай устроим переворот. А что, у вас недавняя история ничему не научила? Генерал Рохлин, Лев Рохлин. А он, кстати, в отставке был, когда его уже начал... Извините, он в отставке еще не был. Грохнули. За что грохнули? И на его жену повесили убийство. А за что? За то, что планировал переворот государственный. С помощью патриотического... Но он же не министром был, не начальником... Какая разница? Какая разница? Планировал использовать свое положение, использовать своих друзей военных, а те планировали использовать подчиненные им воинские части для свержения власти Ельцина. К тому моменту, когда, так сказать, они уже организовались, этот упырь уже надоел всей стране. И наверняка бы Рохлин... А технически это возможно было? Ну, почему нет? Потому что есть вооруженные силы ФСБ, есть вооруженные силы внутренних дел, есть... В то время, так сказать, ФСБ только-только начала оправляться... В Левизию Дзержинскому к кому подчинялся? Тогда, по-моему, МВД обратно. Она, по-моему, и не выходила от этого. У нас в ФСБ, это, у Лубянки тогда отобрали практически все силовые, эти военные инструменты, что называется. Даже пограничники, по-моему, в тот момент не входили. Так что нечем было прикрыться. И к тому же практически все профессионалы оттуда ушли, потому что не хотели служить, так сказать, пьяному упырю. То есть, ну а кто-то уже Рохлина сумел в спецоперательской сработке? Ну, пусть Ельцин на том свете благодарит Коржакова. Коржаков в каких-то образах. А ФСО точно, тогда же и сейчас Федеральная служба по охране есть. Смотрите, вот, да, я, Клаузевец, говорил, что война – это акт насилия, имеющий целью заставить противников выполнить нашу волю. И дальше он пояснял, первоначальные политические намерения подвергаются в течение войны значительным изменениям и, в конце концов, могут сделаться совершенно иными. Именно потому, что они определяются достигнутыми успехами и их вероятными последствиями. Вот с этой точки зрения, да, вот с точки зрения цели полагания, с точки зрения задач, которые политическое руководство ставило перед РКК и Красным флотом, как оценивать итоги войны? Итог войны оценивается совершенно однозначно. Феерически блестящая победа под командованием выдающегося государственного деятеля и полководца генералистического состава. Хорошо, но задачи-то были установить коммунизм во всем мире. Ничего подобного. Это четко зафиксировано. Хорошо, какие были задачи? 21 июня 1941 года. Какие задачи? Отразить и надежно защитить Советский Союз. Отразить агрессию и надежно защитить. И все. На первое время, да. Нет, а вообще? Что значит вообще? Когда враг напал, когда враг за день до нападения на врага. Во-первых, таких четких целеуказаний, вот А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, этого не было. Мы отстали на 18-м съезде, когда он говорит, что Вторая мировая война уже идет. Ну, это 39-й год, а это 41-й. Что же вы в 18-й съезд к этому-то пришпандориваете? Тогда вспомните 18-ю партконференцию в феврале 41-го года. Давайте. Вспоминайте. А там только об экономике говорилось. Я-то все историк. Я не историк. У меня, извините, я и начал с того, что учите меня. Вы историк. Почему я должен учить? Ну, как, почему? У взрослого человека уже невозможно научить. Можно только рассказать, если он забудет. Рассказывай, если я. Я разве не хочу? Одним из самых таких интересных моментов по целеполаганию в 41-м году, это внезапная публикация в середине мая 41-го года старинного письма Сталина в Политбюро от 18-го августа, по-моему, в 34-го года о статье Энгельса о внешней политике царской России. Хорошая статья. Я очень люблю. Великолепнейшая статья. Так вот, там четко, так сказать, проглядываются несколько моментов. Что, во-первых, значит, он ясно дает понять, что, во-первых, никакой заговор не получится. Потому что Советский Союз не является последней тиранией в Европе. Это раз. Во-вторых, он четко дает понять, что у Советского Союза нет никакого желания лезть на Ближний Восток, тем более к этим проливам Босфору и Дарданелла, потому что тогда Энгельс на это очень сильно нажимал. В-третьих, он, так сказать, там показывает, что западные страны, так сказать, очень шибко настроены, так сказать, против Советского Союза. И в-четвертый он там показывает, что немцам нечего надеяться на легкую добычу, и что никто внутри СССР не поднимется в пользу немцев, если немцы нападут. До Гитлера не доперло, к сожалению. Может быть, Дебельс понял, тот поумнее был. Но, не знаю, свидетельств не оставил. Во всяком случае, вот такая публикация была. Вот это единственное, что можно сказать в отношении телеполагания. Все остальное, это брехня со стороны, так сказать, современных историков и со стороны управления главполит... Подождите, подождите, вы... Когда вы наезжаете на меня, я понимаю, а вот когда на Клоузевец, это вызывает вопросы. А он говорит, что война – это продолжение политики. Правильно, продолжение политики. И Советский Союз участвует в войне, и это продолжение... Стоп, стоп, стоп. Вы хотите, чтобы Сталин... Я рассказал вам, что Сталин до 21-го, до 22-го июня обрисовал задачи в этой войне? Задача была одна – отражение агрессии и обеспечения безопасности Советского Союза. До 22-го, до момента нападения. Как только нападение произошло, тем более произошло вероломно и подло. Все, тогда вопрос стал по-другому. Стал вопрос о том, чтобы, значит, сохранить... Во-первых, победить. Во-вторых, сохранить свои границы по состоянию на 4 часа утра, значит, 22-го июня. В-третьих, значит, союзники. Вот три основных вопроса. И тут же началась работа. Все. Ситуация изменилась, и пошла совсем другая работа. Очень мало времени остается. Давайте все-таки... Я вот действительно самый длинный день в году, день великой трагедии. Очень много людей погибло. Кто виноват? Кто лично? И вообще, я знаю, что история не знает сослагательного наклонения, но можно ли было избежать... Таких жертв можно было бы избежать. Лучшая армия мира. А вся армия... Она не была в самом прямом смысле слова лучшей армией мира. Нет. Она была лучше в том смысле, что имела боевой опыт. Ширкомасштабных боевых действий. То есть, подождите, все вот то, что мы видели в 1914-1915, до 1918-го, то есть, действительно же французов вот так вот разметали, а эти патриотические подрывы, наследственный враг, и ничего сделать не могли. 14-й год, имеете в виду, или 40-й год? Я имею в виду качество подготовки командного состава. И рядового состава. Ну, немцы вообще всегда славились хорошие, хорошая подготовка, это раз. Во-вторых, не забывайте, что самая большая и самая лучшая армия была в 40-м году у французов. Тем не менее, они... И у Буфа. Вообще разорвали. Они легли, потому что была дана команда лечь под Германию. Лечь под Германию. Очень-очень просто. Государственные деятели тоже, так сказать, достаточно мерзавцы. Их были... Рейно евреи. Рейно погиб в концлагере в результате всего этого. И что он командовал? А он премьер Франции. Там достаточно было рычагов, чтобы, так сказать, заставить командование действовать совершенно идиотским способом. Что они и сделали. В результате проиграли в течение нескольких, так сказать, двух недель. Проиграли. Потому что, если бы Франция не была побеждена, у Гитлера не было бы ресурсов для нападения на Советский Союз. Пять миллионов тонн только нефти там они взяли. Пять тысяч паровозов. Танки французские. Я уже не говорю о танках, там, о всяких артиллерийских системах, там, и про... Грузовиков сколько набрали. Ведь они же вторгались в Советский Союз, имея у себя пятьсот шестьдесят тысяч грузовиков только. Много. А сколько лошадей, сколько они першеронов этих понабрали, знаменитые тяжеловозы французские. Кстати говоря, подохли все здесь, под Москвой, в условиях мороза нашего. Потому что они больше пятнадцати градусов не выдерживают. Этих идиотов хватило ума оставить их без кормов и без соответствующего. То есть служба-то немцев... Так они не рассчитывали на зиму? Они думали, что они за два-три месяца справятся? Чек, ну а как вот генерал-квартир, министр, как они это все? Они-то рассчитывали на два-три месяца. План Блицкрика предусматривал не более, чем за три месяца управиться. Не более. Разве они предполагали? Во-первых, мне смешно, так сказать, вообще даже думать о том, что они даже не знали, что раз в году наступает осень. И что от июня, если три месяца, от конца июня три месяца добавить, так, то это будет июль, август, сентябрь. Что могут начаться дожди, что в России дороги хреновые. Они это даже не предполагали. Три года на нашей территории они воевали, оказались готовыми. Это потом, потом. А вначале-то они с ума сходили. У них не было даже смазки нормальной. Ведь танки-то глохли здесь под Москвой. А Морозы-то, кстати говоря, не очень-то были. Это они впоследствии набрехали, что генерал Мороз. А Морозы-то были не очень. Я по документам партизанских отрядов видел, какие Морозы были. Время кончилось у нас с вами. Очень жаль, мне что разговор-то очень интересный. Поэтому мой последний вопрос к вам, может быть, самый главный. Какие все-таки уроки мы должны извлечь? Какие уроки мы с вами должны извлечь? Какие президент, какие генералитет, какие? Прежде всего, самый главный урок. Никогда, ни при каких обстоятельствах не доверять Западу. Не найдет. Обманут. Обманут. Вот это самый главный урок. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Любое их слово, это мерзопакость и вранье. А генералитет? А генералитет всегда должен быть на готове. Равно как и войска. Ну что ж, это очень правильное пожелание, и мне совершенно нечего возразить. Беседа-то была очень интересной, но, к сожалению, мы ограничены во времени и не вольны продолжать ее столько, сколько хотим. Поэтому я, Саид Кафоров, вынужден заканчивать программу «Точка зрения». А в гостях у нас был замечательный военный историк, публицист, автор нескольких книг Арсен Мортирасов. Спасибо. И вам тоже большое спасибо. Я последнюю нотку поставлю. Мы начали с трагедии, которая началась 22 июня 1941 года. Но 22 июня 1945 года произошло знаменательное событие. И в этот день Иосиф Миссар Юрьевич подписал приказ о подготовке и проведении Великого Парада Победы. Что ж, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»